Арбитражный суд, на мой взгляд, представляет определенную угрозу всему казахстанскому правосудию. Я уже молчу и не касаюсь про тех, кто сейчас занимает там позицию арбитра, ну то есть судьи, про их организационную форму. Это все сейчас не важно. Я сейчас говорю о том, что проверить решение арбитража не может сейчас никто. И все это наталкивает на определенную мысль, что частный суд вынесет любое решение и они просто плевать хотели на участвующих сторон. Это канал Диктатура Закона. Мы начинаем. Итак, друзья, как вы поняли, совсем недавно мы столкнулись с решением арбитражных судов и поняли, что они могут выносить решение в разрез всем законам. То есть, если судья вот захотел, вот с утра голова болела и против всех законов мира вынес немыслимое решение, то на этом все, баста. Все разговоры, что называется, окончены. Решение никто больше в этой жизни не пересмотрит. Вот если у нас обычные суды контролируются вышестоящими судами, апелляцию можно подать, область или город может отменить незаконное решение, там еще и касация есть. Ну, в общем, судья первой инстанции немного думает, прежде чем беспредельничать, чего нельзя сказать про арбитраж. Их решение не может быть пересмотрено по существу спора. Вот доказательства. Судебная коллегия по гражданским делам суда города Астаны, рассматривая ходатайство об отмене арбитражного решения, указывает, что в соответствии с пунктом 3 статьи 52 закона об арбитраже, при рассмотрении ходатайства об отмене арбитражного решения, суд не вправе пересматривать решение арбитража по существу. Вы знаете, вот после таких громких выводов можно предположить, что только что было совершено преступление против правосудия. Абсолютно формальный подход. В какой-то момент арбитраж у нас уже стал на одном уровне с верховным судом, понимаете? Это все равно, что сказать, что решение арбитража об жалованию и протестованию не подлежит. Все, чем занимается апелляционный суд в такой ситуации, это он проверяет арбитражную оговорку. Вот в договоре должна быть ссылка. Вот знаете, когда пишут же, что, например, в случае недостижения соглашения между сторонами, спор передается в арбитражный суд, или в экономический суд, или в суд по месту нахождения ответчика, ИСА и так далее. В общем, если там написано, что спор передается в арбитражный суд, то все, судебная коллегия считает договор заключенным, принятым все его условия, в том числе, что этот спор передается на рассмотрение данного определенного арбитража. Если такая оговорка есть, судебная коллегия даже не заморачивается, она даже вас слушать не будет, а не просто проверить эти условия, в том числе, передачу этого спора на рассмотрение арбитража. Все. Вы там можете в лепешку разбиться, вас никто не услышит. Даже если вы напишите веские основания и доказательства, что этот договор вообще вами не подписывался, суд найдет. И этому тоже аргумент. Доводы ответчика, изложенные в ходатайстве о наличии основания для отмены арбитражного решения, являются несостоятельными и противоречат положению пункта 352 закона, поскольку суд не может при рассмотрении ходатайства об отмене арбитражного решения пересматривать решение арбитража по существу. К этому времени, господа, у вас наверняка уже созрел конкретно резонный вопрос. Нахрена нам такой бандитский суд? Суд, который по всем признакам работает против основ государственного управления, не соответствует духу справедливой судебной системы и социального общества. Ответ простой. Этот суд нужен микрофинансовым организациям, риэлторам, агентствам недвижимости и так далее и тому подобное. Это, грубо говоря, ростовщики, которые не брезгуют и отбирают последние, те, которые готовы зарабатывать на неграмотности населения, те, которые заключают кабальные договора и на ровном месте, почти из воздуха, наживаются на судьбах людей. Одно из арбитражных дел рассмотрено арбитражным судом города Астаны на основании эксклюзивного договора с агентством недвижимости. Согласно данному договору, продавец передала ТУО эксклюзивное право представлять интересы на рынке недвижимости по поиску покупателя объекта. АТУО, в свою очередь, обязалось за вознаграждение совершать от имени продавца действия, которые направлены на поиск покупателей. И самое интересное, что при таких обстоятельствах, несмотря на то, что договор был расторгнут, а квартира позже была продана продавцом самостоятельно, не через риэлторскую организацию. Суд арбитражный, все лавры присудил именно агентству недвижимости. И сумма в размере полмиллиона тенге была взыскана арбитражным решением с продавца. Но в отличие от судей, арбитры не несут никакой ответственности, и ничто не останавливает их от сговора, коррупционных нарушений, обмана и мошенничества. Все у нас делается ради денег. И теперь вы знаете все, что даже есть у нас частный суд. Мы уже поднимали эти вопросы и публиковали эту информацию у себя в инстаграм. Попадая в такой арбитражный суд, вы уже проиграли? И все, и хрен его отменишь, хрен его там пересмотришь. Сегодня об этом заговорили депутаты парламента, которые пытались продать или купить недвижимость через риэлторов. В итоге остались должны риэлторским компаниям за неоказанные или некачество оказанной услуги. Больше всего Казахстан страдает от арбитражной оговорки. Это значит, что все конфликты будут решаться только в арбитражном, то есть частном суде. Но в отличие от судей, арбитры не несут никакой ответственности, и ничто не останавливает их от сговора, коррупционных нарушений, обмана и мошенничества. Споры, разрешенные в арбитражах, как один, все в пользу риэлторских компаний. У государства нет инструментов какого-либо контроля ни над риэлторами, ни над арбитражными судами, значит отсутствует возможность полноценно обеспечить защиту прав граждан. Друзья мои, мы обязательно проследим за ответной реакцией и вместе разберем ответ правительства Республики Казахстан. На этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, здесь еще будет много полезного и интересного. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова